Тесто терапия является одним из полезнейших занятий для получателей социальных услуг. Пластичность материала позволяет гражданам бороться со страхами, тревожностью, агрессией, необщительным и замкнутым скорректировать свое эмоциональное самочувствие. При лепке непосредственно ощущается материал, форма, мягкая, эластичная и приятная на ощупь. В лепке предметы легко поддаются исправлению недостатков. Преимущество тестотерапии заключается в том, что материал для лепки, тесто, сделан из экологически чистых материалов, тем самым безопасен в использовании, не липнет к рукам, почти не пачкает руки, очень легко отмывается, прекрасно лепится. Занятие тестотерапией с нашими пожилыми людьми приносит им хорошую пользу. У них развивается мелкая моторика рук, они развивают свою фантазию, им не дают уйти в депрессию. Что же дает для пожилого человека тестотерапия? Занятия по лепке из теста снимают беспокойство, напряжение, тревожность, отвлекают человека от переживаний и концентрации на симптомах болезни. Длительное отсутствие деятельности приводит к атрофии мышц. Поэтому пожилые люди не должны только отдыхать. Тестотерапия способствует развитию как интеллектуальному, так и физическому. Происходит коррекция двигательной функции, нормализуется обмен веществ, улучшается аппетит, сон, состояние иммунитета, сердечной системы и дыхание. Тесто у нас состоит, мы делаем тесто просто от стакана муки, стакан соли мелкой экстра. И немножко, ну, все это перемешиваем, добавляем мы туда водички, чтобы получилось вот такое крутое тесто. Главной целью проведения терапии является гармонизация внутреннего психологического состояния человека с помощью развития способностей к самопознанию и самовыражению. Лепка является арт-терапевтическим методом и предусматривает лепку не только с соленого теста, но и с дрожжевого. Манипуляции с этими материалами не только расслабляют, но и снимают мышечные спазмы и напряжения, позволяют выразить широкий спектр различных эмоций и чувств. Субтитры создавал DimaTorzok